Дорога на Институтской улице Грунтовой, обсыпанная щебенкой. Дачная дорога стоит на балансе города. По словам начальника управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации района Андрея Досовицкого, один-два раза в год градируется. Интенсивность движения здесь низкая, так что вопрос с асфальтированием пока не стоит. Покрытие здесь переходное, из щебня сделано. Жители просят перевезти в асфальт, значит, чтобы был асфальт. На самом деле интенсивность движения здесь очень маленькая. Дорога сама по себе имеет удовлетворительный внешний вид. Мы убедились в этом раз в году. Но когда, если обильное лето с дождями два раза в год, мы проходим, градируем ее. И, собственно говоря, других здесь не требуется. К сожалению, таких дорог в Сергиево-Пасадском районе очень много. И все сразу привести в порядок невозможно. Не секрет, что в настоящее время сельские населенные пункты, так называемые деревни, они уже превратились в дачные поселки. То есть, собственно говоря, там люди живут в основном в летний период, как на дачу приезжают, а зимой это несколько человек всего там зарегистрировано, постоянно проживает. Тем не менее, у нас есть такая практика, как говорится, частного государственного партнерства. Люди скидываются вместе с нами, мы совместными усилиями в деревнях строим дороги. Это, в принципе, и до нас было, сельские администрации проводили, ну и мы тоже поддержали этот почин. Вроде как бы проходим, все довольны. Так, наша прямая задача пока обеспечить проезжаемость в любое время. Понятно, что осенью или ранней весной по грунтовой дороге не проедешь. Но это особенность нашего климата, здесь ничего поделать нельзя. А так, для того, чтобы проводить какие-то капитальные работы, экономическое обоснование и эффективность еще никто не отменял. Собственно говоря, мы должны понимать, куда мы вкладываем свои муниципальные бюджетные деньги и какой мы получаем от этого эффект. Помочь хочется, конечно, всем, но в порядке, как говорится, живой очереди. Сейчас главная задача, говорит Андрей Досовицкий, отремонтировать сеть опорных дорог во всех поселениях района. Мы и стремимся к тому, конечно, чтобы конечная точка, все дороги у нас были асфальтированы и нормальные условия были для движения. Но действительно, у нас есть, если мы сейчас проедем по Симхозу, даже асфальтированные есть и дороги, которые асфальтировались, может быть, лет 30 назад, а то и 50 лет назад, которые, собственно говоря, мы просто не можем сделать. Но чтобы было всем понятно, я неоднократно раньше говорил, мы пытаемся основным нашим направлением это создать опорную сеть дорог. В городе и, в частности, в микрорайоне. Что такое опорная сеть дорог? Это та улица, по которой могут проехать несколько улиц, съезжаются и по ней ездят. Вот если мы выйдем на самые длинные протяженные улицы в любом микрорайоне города, они у нас асфальтированные. И, собственно говоря, как говорится, мы идем от центра к краям, также по всем микрорайонам. Если есть какие-то уже действительно нужды граждан, где уже назрела острая необходимость, мы тогда на совете с депутатами обсуждаем, ставим приоритеты и уже реализовываем постепенно. И так вот мы продолжаем. Нельзя от жалобы двух-трех жителей кроить и идти на поводу в этом плане. Это можно, конечно, когда бюджет позволяет это сделать, вопросов нет. Или какая-то специальная была программа. Но вот в планомерной работе я считаю, что мы должны двигаться все-таки так, как мы наметили совместно с депутатским корпусом. Ирина Самойлова, Сергей Власов, День города.